Как уже сказано, меня зовут Анатолий, фамилия моя Кузьмич, я работаю в компании NITOFIM агрономом. Сегодня мы с вами поговорим о современных системах орошения, о современных тенденциях и к чему, в принципе, идет мир в этом плане, в плане орошения. Прежде всего, я хочу немного пару слов сказать о нашей компании. Компания NITOFIM – это компания, которая изобрела систему капельного орошения в 60-х годах, и это была первая компания, которая начала выпускать производство данной системы. Компания насчитывает 4300 сотрудников, работаем мы в более чем 110 странах, с миллионами фермеров, в составе компании 300 инженеров и агрономов, сотни больших проектов во всем мире, 29 дочерних и 17 производственных предприятий. В целом, видение компаний состоит в том, что мы, будучи лидирующей региционной компанией, стремимся к внедрению решений для брибы с недостатком как питания, так и воды во всем мире. Основная миссия, которую мы видим для себя, это совместно с нашими партнерами совершить революцию в растительных системах для стабильного будущего. Ну и основная наша цель – это помочь миру выращивать больше с меньшими усилиями, затратами, как финансовыми, так и человеческими ресурсами. Самое главное, как бы меньше вложить и больше получить. И прежде чем перейти к орошению, хотелось бы посмотреть, какие сегодня тенденции в мире. Почему? Потому что тенденции наше будущее определяет современное орошение и то, к чему мы стремимся, к чему мы развиваемся. Так, по прогнозам, до 2050 года население будет более 10 миллиардов. В то же время прогнозируется снижение урожайности культур из-за биофизического эффекта от изменения климата, из-за того, что растения будут получать шок из-за чрезмерных температур, каких-то катаклизмов и так далее. И наряду с этим также прогнозируется и уменьшение площадей выращивания сельскохозяйственных культур. В то же время необходимо будет увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 60% для того, чтобы накормить нашу планету. Оценочное увеличение спроса на сельхозпродукцию составляет где-то 1% в год, в то же время как площадя поворачивания сельхозпродукции особо не увеличатся. Соответственно, все это на сегодняшний день ведет к тому, что появляется спрос к инновациям, то есть к новшествам, к инновациям как в системах орошения, так и к оборудованию, так и в цифровых услугах, контроле полива и так далее. Для того, чтобы можно было увеличить производство продукции фермой и особенно увеличить урожайность культур. Также в будущем ждет фермерство и изменение структуры. Так прогнозируется, что большинство фермерских хозяйств будет консолидироваться, снижается количество рабочих по ферме будет снижаться. Почему? Потому что мы уже и сейчас наблюдаем, что очень тяжело найти людей, которые будут выполнять те или иные работы для сельского хозяйства. И это все, соответственно, ведет также к тому, что будут определенные изменения в мире. То есть, соответственно, определенными наиболее влияющими факторами в сельском хозяйстве, будущего, да, уже и современного сельского хозяйства, будет точное земледелие, сокращение количества рабочих, автоматизация. Все рабочие должны быть высокопрофессиональными, то есть необходим будет профессионализм. Ну и консолидация, то есть объединение в более крупное хозяйство. Если мы посмотрим, что влияло на успешность хозяйства, скажем, в недалеком прошлом, то это было защита растений, удобрение, наличие семян качественных и оборудование. Но со временем для того, чтобы быть успешным, этого было недостаточно. Необходимо было уже применять новые эскемы посева и семена нового поколения, и применять точное земледелие, автоматизацию, где-то роботизацию, увеличивать доступные, получать доступные данные, цепочка логистики, поставок, новые законы положения появились, и новые модели ведения сельского хозяйства. Но сейчас уже и этого недостаточно для того, чтобы быть успешным. Необходимо также сейчас уже быть и ориентироваться, и иметь и финансирование, и хорошую страховку, и иметь автономные машины, и иметь правильную обработку почвы, и вникать в биологию, и в химию, ну и так далее, как видим по схеме. Как орошенцы мы можем влиять на оборудование, можем влиять на автоматизацию и робототехнику, можем влиять на точное земледелие, химию, биологию, подавать эти все биологические средства и химические средства защиты через систему капельного орошения, и на обработку почвы. К чему все это приведет? Во-первых, на увеличение урожайности и лучшее стабильное качество, на уменьшение стоимости и улучшение использования ресурсов, уменьшение рисков от неправильного полива и от неправильного внесения удобрений через фертигацию, также к более простому использованию оборудованием и возможности быстрого расширения с модульным наращиванием, а также это новые модели, новые эффективные модели с хорошей экономической эффективностью. Вот все вышесказанное привело к тому, что появилась такая необходимость, как введение на сегодняшний день точного земледелия. Что такое точное земледелие? Это использование информации на уровне квадратного метра и в некоторых случаях даже отдельных растений, для того, чтобы оптимизировать как внесение удобрений элементов питания, так и условия выращивания, характеристики различных и так далее в условиях нашего поля. Почему именно сейчас мы начали разговаривать о точном земледелии? Ну, во-первых, точное земледелие позволит избегать ошибок в принятии решений фермерами, то есть в принятии решений, когда сеять, как и когда удобрить, в защите растений, в правильности ирригации, когда убирать и как убрать урожай. Все это в итоге увеличивает ценность одного гектара, то есть мы с одного гектара можем получать выше урожайность и в то же время снижать стоимость продукции, стоимость выращивания продукции. И в то же время, опять же, точное земледелие позволяет получить лучшую функциональность и простоту в использовании. Ну и второй вопрос, почему именно сейчас современное сельское хозяйство стремится к точному земледелию, к точному орошению? Ну, этому есть несколько причин. Во-первых, в последнее время появилось больше и больше сенсоров. Эти сенсоры лучше и более дешевые. Появилась возможность использовать дополнительные внешние ресурсы данных, информации. Появилась беспроводная связь, возможность получать данные в реальном времени. Появилась возможность проводить аналитику, основываясь на, скажем, тех же облачных технологиях. Вот. И оборудование стало больше, оно стало лучше и оно более автоматизированным. Стало более автоматизированным. То есть, другими словами, современное сельское хозяйство меняется. Мы идем в будущее, в будущее автоматизации. И это будущее уже сейчас, оно идет к нам. Вот. И чтобы немного, ну, как бы, продолжить нашу презентацию, вот, я прошу запустить видео под номером один. По поводу системы автоматизации, которые разработают слипание. Как много, как я люблю это, это рисковый бизнес. Которая сезона, делая решения, принимая действия, успехи, 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 учехи. Но это изменило все. Монитер, аналитика, контроль, все из моих рук. Монитер, аналитика, контроль. НЕТБИТ НЕТБИТ Первый систем с сердцем. На данном видео мы увидели систему под названием НЕТБИТ. Это первая интегрированная система в орошение. Система с искусственным интеллектом, которая позволяет не только получать данные и мониторить состояние поля, состояние растений, которая еще и позволяет, автоматически принимает решения и дает пользователю рекомендации. Когда полить, когда удобрить, в каком количестве воду дать. И простым нажатием «да» или «нет» на смартфоне, либо на экране компьютера вы можете запустить полив, запустить вертигацию и так далее. То есть это то, к чему сейчас стремится компания Netafim. Такие образцы уже есть такой системы, они уже, тестовые варианты работают. И в ближайшем будущем сельское хозяйство сможет их использовать довольно широко и практически на всех культурах. Что представляет собой НЕТБИТ? Это возможность полива и контроля питания, внесения удобрений. Также мониторинг влажности почвы, мониторинг растений, контроль растений и оптимизация как питания, так и полива. Что собой представляет подобная система? Ну это компьютер, который называется контроллер. К нему можно подсоединять до 500 полей. Потом передатчики, которые могут как собирать данные сенсора и передавать на центральный компьютер, так и управлять кранами, насосами и так далее. И искусственный интеллект, программа, которая загружена в облако, которая получает с датчиковой информацию, обрабатывает ее и на основе 3D-кроб моделей принимает решения и выдает рекомендации пользователю. То есть, другими словами, НЕТБИТ позволяет фермерам управлять поливом и фертигацией в реальном времени, получая прямые рекомендации самой программы от программы НЕТБИТ. Получая данные с множественных ресурсов, автоматически принимается решение и далее в реальном времени предлагается действие. Если мы рассмотрим еще из чего состоит НЕТБИТ в плане датчиков, то это могут быть растительные сенсоры, те же дендрометры, которые могут измерять суточное колебание, почасовое колебание диаметра стволов у растений в тех же садах. Это счетчики унесения удобрений. Сюда может подсоединяться метеостанция для расчета потребления воды растениями. Параллельно могут подключаться почвенные датчики. Вот также датчики давления в системе для того, чтобы контролировать правильность полива и наличие порывов, там, возможно, каких-то поломок. Вот сюда можно также подключать спутниковые снимки, можно прогноз погоды подключать, и система открыта еще для различных новых сенсоров и датчиков. Вот в целом интерфейс системы может работать на планшетах, ноутбуках, компьютерах, мобильных телефонах. Система имеет интерфейс очень дружественный, понятный, интуитивно понятный. Вот выглядит так, как мы сейчас видим на картинке. Вот здесь можно получать информацию полностью о поле и полем управлять. Также поля, все поля можно обозначать на карте Google, и легким кликом на том или ином поле можно выбрать поле и посмотреть все его характеристики, рекомендации по поливу, по внесению удобрений и так далее. Будет система строить вот такой вот график. Вот, скажем, вот есть несколько полей. Одно поле – это капуста более старая по возрасту, капуста молодая, условно названная, там персики. И вот стоит тут в первом столбике написано «Алам». То есть это предупреждение, что пора полить или пора внести удобрение. В данном случае пора вылить на кране номер 11 40 метров кубических воды. А на линии 2 30 метров кубических воды с такого-то по такое-то время. И задача пользователя просто подтвердить – это действие системы запускает полив. Вот если же есть необходимость, например, там в саду провести обработку либо еще какие-то работы, которые не позволяют работать с поливом, просто-напросто полив отлаживается, система предупреждает о том, чем это чревато в выражайности, и получаем извещение на следующий день. Сенсоры позволяют давать информацию в реальном времени, что позволяет немедленно принимать решения и реагировать на те или иные показатели, то есть в плане мониторинга состояния поля и того, что делается в полях. Ну и самым главным этой системой, системой с мозгом, интеллектуальной системой является кроп-модель. Что такое кроп-модель? Это модель развития культур в зависимости, рассчитывается компьютером в зависимости от условий выращивания, от внесения наличия удобрений, питательных элементов в почве, от даты посева, от периода вегетации, от срока созревания. Компьютер рассчитывает, когда наступит та или иная фаза, когда внести удобрение, сколько внести удобрение, и плюс составляет также и возможности вручной корректировки. Почему? Потому что бывает такое, что по той или иной причине, например, нет густоты, которая была указана изначально, и растения развиваются там или быстрее, или там прошел град, и компьютер этого просто не видит. И необходимо внести коррективы в развитии той или иной фазы. Вот если в целом посмотреть на систему, вот она схематически изображена, то есть мы здесь видим насос, насос управляется, из центрального компьютера запускается насос, есть фильтры, фرتегация, фильтры, есть емкость и фرتегация, и каждая емкость содержит разные удобрения. Все это вносится компьютерами, контролируется, вот подается через краны, регулируется на какой блок, стоят датчики влажности, которые передают информацию на центральный компьютер растения. Центральный компьютер все это передает в облако, Сюда же подключаются дополнительные ресурсы. Это метеостанция, это могут быть данные со спутника, с дрона. Обрабатывается и присылается на ваш планшет или компьютер, где вам предлагается решение. Например, сегодня вы должны вылить 30 кубов воды, скажем, на яблоне. Вы подтверждаете решение и обратно идет система через облако, подается на компьютер, компьютер запускает насос, запускает фертигацию и водичка пошла у нас к поливу. И, в принципе, это все, что касается современных подходов, того, к чему мы стремимся. И я прошу запустить видео 2. В видео 2 у нас, как развивался Нетафим, к чему мы сейчас идем, начиная с прошлого к будущему. Нетафим 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 Ну вот, в принципе, у меня все. Вот это все, что я хотела рассказать. Как видим, современное сельское хозяйство стремится к развитию. К автоматизации. И это на сегодняшний день уже неизбежно. Спасибо, Анатолий. Спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Анатолий